Всем привет! Сегодня у нас 8 мая 2020 года. В этом видео покажу и расскажу для чего нужно нормировать плоды на диплоидных сливах. Вот как завязалась диплоидная слива Супериор. Первый год. В том году были две сигналки, два сигнальных плода. То есть завязалась она шикарно. Но это с одной стороны конечно хорошо, но с другой, если мы это все оставим, прирост будет очень слабый. Плоды естественно не будут заявленных качеств и товарных и весовых. То есть вес он их будет не такой как заявлял продавец. Потому что их очень будет много. Все питание будет идти на всю эту массу. Гляньте как завязана. То есть одна в одну. Так же само вот рядышком прививка в дерево. Наглядно чтобы было видно. Это сорт Барбан Гигант. Он тоже очень шикарно вяжется. Гляньте, прям грона как виноград висит. Если это все оставить, то естественно плодов заявленных по 150, по 170, по 180 грамм вы не получите. Будут плоды грамм 60-70. Максимум отдельные могут быть до 100 грамм. Чтобы увеличить плоды, нужна нормировка урожая. Ее нужно проводить вот, грубо говоря, в этой фазе, чтоб меньше уходили соки. То есть обламываются процентов вот на этой завязи наверное 95. То есть на эту веточку надо оставить максимум 3 плодика. Это все выламывается. Если вы хотите получить крупные плоды и товарные, если вас устроят плоды по 80 грамм, по 60, то оставляйте все. То есть будет мелкий горох у вас висеть. Диплоидной сливы крупной не получите. Вот на эту веточку мы оставили 5 штучек. Я считаю, что это много даже для этой веточки. Но посмотрим как будет. Но то все что было оставлять смысла не будет. Крупной товарной сливы вы не получите. Диплоидной. Особенно если вы покупали ее как крупноплодную хотите, чтоб она была очень крупная у вас. Так же самое и тут. Убираем самые мелкие плоды. Оставляем самые крупные. Вот так вот. Вот это вот получается нормировка урожая. Но я, честно говоря, считаю, что это тоже много для этой ветки. То есть, чтобы получить размер этого сорта, он может быть отдельные плоды доходить до 200 грамм. То есть на эту веточку всего лишь нужно оставить 2 плода, чтобы они были по 200 грамм. То есть так как я оставил, то они должны доходить до 150 грамм. Меня, в принципе, этот размер устраивает. Так. Ну, с барбанг-гигантом мы разобрались. Давайте подойдем вот тоже барбанг-гигант вот так вот. Вот. Это все надо сейчас нормировать будет. Давайте сейчас подойдем к супериору. Как я буду его нормировать. То есть я оставлю раз-два самые крупные. Так. Вот у нас нормировка проходит где-то так. Это очень много. Если мы оставим, они будут реально по 30 грамм. По 30 грамм мне не интересны плоды. Мне хочется посмотреть его реальный вес. Так. Вот, грубо говоря, мы пронормировали веточку. Так будем идти и нормировать все вот это, что завязалось. Да, может быть, кто-то скажет, что смысл тогда весь урожай обрывать. Но мне урожая хватит и того, что я оставлю с нормировкой. Покушать я урожаем не торгую. То есть мы все выращиваем для себя, для семьи. Мне этого урожая с головой будет. Но зато он будет крупный, вкусный, сочный. Ну и плюс я вам покажу, какой размер, в принципе, может достичь с нормировкой диплоидная слива. Сейчас можем пойти еще другие сорта посмотреть. Вот сорт диплоидной сливы Рубикранч. Она с самой позже цвела. У нее вообще очень маленькие сейчас плодики. То есть по нормировке еще рано к ней подходить. То есть когда будут такого размера, как я только что показывал, тогда будем подходить и смотреть. То есть сейчас, можно сказать, еще и не видно. Вот я отхожу от деревца Рубикранча. То есть это надо брать очки и смотреть, где тут что завязалось. То есть они маленькие. Правда не так он завязался, как два предыдущих сорта. Но все равно вот можно видеть вблизи плоды есть. Но это уже, я думаю, через недельку-полторы я к нему подойду и буду смотреть по нормировке. Вот сорт это Широ. Тоже загрузился он очень хорошо. Очень много плодов. Вот и наверху все облеплено. И внизу вот это Широ. В этом году были пару сигналок. Я его, честно говоря, он, знаете сколько его, не распробовал. Сейчас говорить ничего не буду за него. То есть в этом году уже урожай более-менее нормальный. Я его пронормирую тоже. И уже расскажу, когда сниму спелые плоды за этот сорт. Вот дерево. Это Ацарк Премьер. Давайте глянем, что тут. Так вроде смотришь и не видно плодов. Но вот так вот если поднимаешь, видно, что плодики висят. Его тоже нужно нормировать. Не сильно он прям завязался. Так как те сорта первые. Но все равно, например, на вот эту веточку оставить максимум два плодика. Вот так вот. Потому что это тоже крупноплодная диплоидная слива. У нее вес может быть до 160 грамм. Очень вкусная, товарная. То есть дерево не маленькое. Сейчас я пойду покажу. Вот дерево этого сорта. Плоды тоже есть. Вот. Вести меньше. Не, завязалась нормально. Только к такой ветке подошел. Вот. Его куча. Это тоже мы все будем нормировать. Сейчас подойдем к другому сорту. Это Анжелена. Тоже плодики висят. Сливаются с листвой. И вот тоже они подрастут чуть-чуть. Она позже свела. Тоже будем проводить нормировку. Вот это иду от деревца Анжелены. Так. Вот так вот вяжется сорт Генерал. То есть если оставить вот такие вот гроны. Ну реально она будет грамм по 60-50. Плодов уйма. Это тоже все надо нормировать. То есть вырывать самые мелкие. Оставлять самые крупные. По три штучки. То есть вообще чтобы получить этот сорт грамм 100-120. На вот эту вот веточку надо оставить всего один плодик. Вот так вот. Тогда он достигнет размером 100 и свыше грамм. Если оставить три они будут по 80 грамм. Если оставить все что было они будут по 50 грамм. Ну короче как-то так. Так. Это Генерал. Тут работы с ним конечно валом его нормировать. Давайте сейчас подойдем посмотрим на сорт. Что это? Ага. Вот у меня тоже Супериор. Вщепнутый в Генерал. Тоже завязан тут мощно. Это сорт. Вот ветка идет. Это Санта-Роса. Тоже я смотрю плодов уйма. Тоже надо нормировать. Тоже очень хороший сорт. Вот она тоже Санта-Роса. Вот. То есть завязалась отлично. Так. Что тут у нас еще? Это у нас. Это у нас тоже Супериор. То есть видно раньше всего Пуши плоды довольно крупные. Так. Давайте сейчас посмотрим румяная зорька. Смотрите как она завязана. То есть если вот это оставить она будет реально по 30 грамм. Весь этот урожай. Его будет много. Но он будет не крупный. Чтобы добиться более крупными крупные плоды. То нам нужно это все тоже нормировать. Я показывал при нормировке у меня были. А ну где резкость. Вот все усеяно. При нормировке был вес по 70 грамм у румяной зорьки. То есть это тоже мы все будем нормировать. Гляньте на такую веточку сколько плодов. Я думаю в принципе понятно как проводится нормировка. Для чего. Кому понравилось видео ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Проводите нормировку. Чтобы получать крупные плоды. Диплоидных слив и слив. И будете с хорошим урожаем. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.